Такая вот камуфляжная курточка под военную тематику. У меня, кстати, люди, прохожие, уже задолбали вопросами. Кстати, друзья, вопросы такие, не знаю, для кого-то, может быть, это было приятно. Мне это уже надоело и неприятно, наверное. Спрашивают, так случайно, не с фронта или ты не на фронт? Я считаю, что человек вышел в камуфляжной куртке и в такой вот кепочке. Кстати, видите, звезда красная такая, у человека красноармейец. Хотя, друзья, я россиянин, я за Россию, болею за Россию. Что бы не происходило в мире, в России, за пределами нашей великой и богатой, друзья, страны, я все равно буду топить за Россию, друзья. Поддержим меня лайком. И мне вот очень часто задают вопрос у метро, у меня на районе, да и вообще так, прохожие. А ты, случайно, не с военных действий или ты не на военные действия собрался ехать? Лысый, видите, друзья, я лысый. Вообще ходил лысый, естественно. Меня уже это все выбешивает, поскольку я просто... Мне нравится такой стиль милитари. Я думаю, я такой не один, кто любит этот стиль. Мне она вообще, друзья, нравится одежду, которая неудобна, комфортна. Эта куртка довольно-таки неплохо греет. Хотя сейчас октябрь на улице, но уже прохладно. Кепочка тоже сегодня, видите, солнечная погода. Я ее надел, а так обычно я в другом кипарике. Я не служил никогда, хотя у меня, конечно, были такие сожаления. И мне кажется, каждый мужчина должен побывать, а вернее, служить в армии. И, может, по жизни немного легче бы жилось, чем сейчас. Не то, что легче, а, наверное, более увереннее, наверное, в чем-то я поступал бы. Более, наверное, у меня шаги были бы. Более, наверное, друзья правильно сформулируют. Твердо стоял на ногах. Хотя я не жалею. Вообще ни о чем никогда, друзья, нельзя жалеть. Ни о прошлом, ни о настоящем. Поэтому я не жалею. Но если придется, друзья, мне повесить вместо рюкзака ружье наперевес, то я, наверное, повешу и пойду воевать. А, друзья опять ходят, гуляют, подсматривают. Друзья, вот такая вот красота. Золотая осень. Озеро. Смотрите, как, друзья, красиво. Природа, золотые листья, листва шелестит, ветер. Наверное, немного искажает мой голос в кадре. Думаю, друзья, не самое страшное. Самое страшное сейчас происходит на Украине. И будем надеяться, что в ближайшее время все это развяжется, друзья. В лучшую, в мирную, вернее, в сторону. Все будут живы, здоровы. Ну и самое главное, наверное, что живы, друзья. Думаю, на этом пора заканчивать. Дискуссию всем, друзья. Всем мира. Мирного неба. Видите, да? Солнышко. Всем, друзья, мирного неба. Над головой.